Казахстан 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 неправительственных организаций и госорганов. Как результат, удалось учесть все мнения при подготовке национального обзора. Это очень хорошо, что наша страна ежегодно будет готовить такой мониторинг, отчет, то есть в основе которой мониторинг. Что это говорит? Когда такой документ становится публичным, то такие международные институты финансовые, как Всемирные банки, Банк реконструкции развития, вернее, европейские, азиатские банки реконструкции развития, они все могут увидеть, что у страны в приоритете такие-то зеленые проекты в таких-то отраслях и предлагают, конечно же, свои денежные ресурсы под нормальные, хорошие проценты. Это очень важно. К слову, в настоящий момент в Казахстане разрабатывается интерактивная база данных целей устойчивого развития, где в режиме реального времени можно будет отследить ход реализации и текущий статус национальных индикаторов. Экологически чистая казахстанская продукция пользуется большим спросом у жителей Поднебесной. Продвижению товаров на китайские рынки способствует экспортный центр Казахстана в городе Сиань. Шоурум расположен в Сухом Порту, откуда берет начало Великий Шелковый Путь. Здесь встречаются и проводят переговоры представители деловых кругов обеих стран. По данным таможенной службы Китая, товарооборот между Казахстаном и КНР в прошлом году увеличился на 30%. Сейчас представительство провинции Шэньси ведет переговоры о поставках муки и масла, а также проявляет интерес к закупкам рыбы, баранины и говядины. Мы в декабре завозили только 2 тонна для пробок. Когда получили достаточно опыт на все этот осуществленный импортный процесс, сегодняшний день мы уже третью партию приняли. В провинции Шэньси, начальная точка Великого Шелкового Путь, они сильно продвигают и поддерживают, что увеличивают импорт из Казахстана. 22 инвестиционных проекта намерены реализовать в этом году в Магиставской области. Среди них фабрика по выращиванию бройлеров. Предприятие, которое будет производить до 5000 тонн готовой продукции, строится в Тубкараганском районе. Его планируют запустить уже в декабре. Специалисты говорят, что отечественный завод покроет потребности области на 50%. Строится завод по выпуску комбикорма. Этим фуражем мы обеспечим животноводческие фермы. Стоит отметить, что в Мангиставу нет аналога заводу. Это наш первый проект. Вкладывать деньги в экономику Мангиставу готовы азербайджанские инвесторы. Сейчас они строят завод по производству кабелей и трансформаторов. Стоимость проекта – 9 миллиардов тенге. Продукцию планируют экспортировать в Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и в ряд других государств. Сейчас мы завершаем строительно-монтажные работы. Мы будем производить 2500 тонн кабельной продукции и 1200 единиц электрооборудования. Завод находится на территории специальной экономической зоны Морпорт-Актау. Особый статус СЭС и специальный правовой режим создают льготные условия для развития бизнеса. Кроме того, в специальной экономической зоне строят завод по производству чугуна. Мощность предприятия будет 250 тысяч тонн в год. Для реализации данного проекта планируется направить порядка 76 миллиардов тенге. А вот сырье для предприятия будет добываться на месторождении Бескемпер, который располагается на территории Мангистауской области. Также можно отметить, что этот проект экспортоориентирован. Планируется выводить продукцию в Иран, Пакистан и Индию. В этом году на реализацию 22 новых проектов намерены потратить 67 миллиардов тенге. А до 2025 года в области планируется ввести в строй 43 объекта на сумму более полутора триллионов тенге. Кроме того, летом этого года в Мангистауской области начнется строительство многофункционального логистического центра. Он позволит существенно увеличить объем перевалки грузов через порт Курык. Его мощность – 2 миллиона сыпучих грузов и обработка 150 тысяч контейнеров в год. В Кыргызстане для начинающих предпринимателей будут упрощены условия выдачи кредитов на развитие бизнеса. Проект был инициирован Российско-Кыргызским фондом развития. Если раньше в стране больше внимания уделяли крупным проектам, теперь же решено оказывать помощь предпринимателям среднего и мелкого звена. Для представителей МСБ ставки по кредитам будут ниже рыночных. Кроме того, планируется внедрение новых инструментов инвестирования. Например, снижение порога залоговой суммы, долевое участие в бизнесе и финансирование стартапов. Стартапы, конечно, будут оцениваться прежде всего по идее. Я сторонник такого подхода, что даже если у кого-то нет денег, но есть классная идея, поверьте, практика и нашей страны, и зарубежных стран говорит о том, что под идею всегда можно найти инвестора. В данном случае уже речь идет о государстве, которые тоже могут помогать. Таджикистан славится самой крупной библиотекой в Центрально-Азиатском регионе. Ее общая площадь составляет 45 тысяч квадратных метров. Девятиэтажное здание построено в виде раскрытой книги, а возле центрального фасада расположены бюсты известных таджикских деятелей науки и литературы. В библиотеке есть 28 хранилищ для 10 миллионов экземпляров книг. На сегодняшний день в фонде хранится 6 миллионов печатных изданий. Из них 100 тысяч переведены в электронный формат. Также оцифровано около полумиллиона научных работ. В библиотеке имеется 25 читальных залов вместимостью до полутора тысяч человек. Один из отделов предназначен для слабовидящих и оснащен специальным оборудованием. Между тем, фонд иностранной литературы насчитывает 90 тысяч книг на 42 языках мира. В библиотеке можно ознакомиться с редкими, уникальными книжными изданиями и древними восточными рукописями. Самая древняя книга – это история Табари, которая там рассказывает о появлении человечества. Большая книга по объему и по весу – это «Сиарий Шариф» в жизни пророка Мухаммада. Весит он 7,5 килограмма. Также Коран более 700 лет надписью «Золотом». Маленький Коран литографической печати, который читается, вложится на руку и читается с лупой. И весит он 1,6 граммов. В этом отделе еще хранится договор о купле-продаже на натуральном коже животных, найденном в Гессарском крепости в XIX веке. Рухани Жангару «Язык» в 2017 году вновь будут переизданы дополнительным тиражом. Уже в мае в библиотеке страны поступят еще 30 новых книг. Общий тираж составит порядка 10 тысяч экземпляров. 48 книг за это время были переведены на государственный язык. Причем это же книги, которые продаются в каждом магазине. Это реально уникальная литература, которая издавалась миллионными тиражами. Например, возьмем книгу Друкера про маркетинг. Это вообще настольная книга людей в бизнесе. Представляете, какое огромное количество возможностей открывается людям, допустим, обучающихся на программе MBA или на направлениях экономики на казахском языке. В рамках программы во всех регионах Казахстана открываются новые объекты, реставрируются исторические памятники. А главный артефакт страны «Золотой человек» шествует по хранилищам мира. Отметим, выставки Национального музея прошли уже в шести странах. Впереди еще столько же. Есть сейчас такое четкое понимание, как казахстанский бренд. Колоссальное мероприятие прошло в прошлом году, когда театр Астана, опера, лучший театр вообще Казахстана, был в Италии. И они дали спектакль «Абай», национальный спектакль «Абай». Нужно сказать, что режиссерам-постановщикам на период подготовки этого спектакля приглашали одну из самых известных и лучших режиссеров мира. У народа, который помнит, ценит и гордится своей историей и культурой, великое будущее. Этот факт особо подчеркивает первый президент страны в своей статье «Семь грани великой степи». Документ стал логическим продолжением программы Рухани Жангару. Обозначенные в статье инициативы позволят не только сохранить наследие предков, но и модернизировать его благодаря новейшим технологиям. Домбра, кобыс, кисе и ложки. Деревянные изделия в национальном стиле производят в одной из мастерских Сарагашского района Туркестанской области. Ремесленник Нуржан Корсебаев превратил хобби в прибыльное дело. Свои творения мастер продаёт по всему миру. Благодаря безвозмездному гранту от государства он открыл цех и закупил необходимое оборудование. Сундуки, серванты, сани, посуду и даже музыкальные инструменты – все эти предметы наши предки делали своими руками. Это искусство передаётся из поколения в поколение. Сегодня деревянные резные изделия в национальном стиле пользуются большой популярностью. Поэтому мы адаптируем их под современность. Лёгкая рука ремесленника и обычное бревно в мастерской Нуржана Корсебаева быстро принимает интересную форму. Например, с помощью специального станка можно вырезать чашу, придать ей необходимую форму и правильные пропорции. А для изготовления блюда Астау потребуется больше времени и определённые навыки, поскольку оно имеет необычную форму. Несмотря на помощь оборудования, работа всё же ювелирная, признаётся ремесленник. Все изделия украшаются национальным орнаментом. Одно из последних творений мастера – казахская колыбель. Её он не собирал по деталям, а вырезал из дерева целиком и инкрустировал костью. Работая над этой колыбелью, мне хотелось выразить свои мысли. Так появился совершенно новый узор в национальном стиле. Колыбель состоит из четырёх частей. К слову, сегодня у Нуржана есть и достойные последователи, которые помогают развивать национальное декоративно-прикладное искусство. Среди них Нурсултан Корсабаев. На протяжении пяти лет помощник мастера изучает все нюансы резьбы по дереву. И уже сегодня самостоятельно может изготовить многие вещи. А недавно даже стал победителем в областном конкурсе ремесленников. Если быть терпеливым и любить своё дело, то изделия сами по себе получаются красивыми. Любуясь уже готовой работой, ты и сам получаешь самые приятные ощущения. В ближайшее время Нуржан Корсабаев планирует расширить цех и, возможно, выйти со своей необыкновенной продукцией на новые рынки. Ведь спрос, отмечает мастер, растёт с каждым днём. В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась выставка, посвящённая Казахстану. В экспозиции «Краски великой степи» представлены лучшие работы юных художников со всей Азии и отечественных фотографов. Примечательно, что среди участников Международного творческого фестиваля есть авторы, которые никогда не были в нашей стране. Для нас вдвойне, что нашей столицей интересуются. Для членов жюри было очень сложно выбрать или же ребёнка из Китая, или Индии, или же Казахстана. Нам было сложно, потому что в альбом вошло 635 работ, а всего было подано около 8 тысяч работ. Экспозиция в Париже – результат совместной работы Федерации клубов ЮНЕСКО и Фонда первого президента. Убраз казахстанской столицы, представленной в картинах, дополняет пейзажные фотографии именитых авторов. И такой синтез, считают организаторы, даёт представление не только о красоте природы нашей страны, но и её культурном богатстве. Самое примечательное, что авторами этой выставки являются дети и молодёжь, которые продолжат масштабные изменения в Казахстане, начатые нашим первым президентом, султаном Назарбаевым. И мы уверены, что благодаря этому проекту мировая общественность откроет для себя новые грани современного Казахстана через призму творчества молодого и талантливого поколения нашей страны. Иностранные дипломаты и жители столицы Франции признаются, что после посещения выставки появилось огромное желание побывать в Казахстане, полюбоваться просторами бескрайной степи, живописной природой, самобытной культурой и величественной архитектурой главного города республики. Я знала, что Казахстан — невероятно большая страна, но эти работы действительно свидетельствуют о том, что Казахстан похож на отдельный мир. Это на самом деле превосходно. Я благодарю за эту возможность как бы через окошко взглянуть на эту великолепную страну. Как подчёркивают организаторы выставки, такие мероприятия очень важны в продвижении имиджа Казахстана на международной арене. Поэтому совместная работа в этом направлении будет продолжена. Кокпар — это не просто хобби, это особый стиль жизни, так считает Александр Пупенко. Он посвятил любимому делу всю жизнь. Любовь к лошадям и национальному виду спорта определила судьбу сейчас уже лучшего нападающего страны. Профессиональная карьера Александра началась в 14-летнем возрасте. В 16 он уже выступал в столичной команде, а в 20 лет был принят в национальную сборную Казахстана. Спортсмен делится. Кокпар — игра для настоящих мужчин, волевых и сильных духом. Трус, можно сказать, не играет в Кокпар. Александр Пупенко — чемпион азиатских игр и чемпионата мира по Кокпару. А по итогам второго этапа республиканского проекта «100 новых лиц» он вошёл в число финалистов. Без Кокпара не можешь уже. Есть свои травмы. И как думаешь, всё, сезон два, доиграешь, всё уже. Потом месяц, два, три проходит, всё равно к лошадям тянет. Приходишь обратно на ипподром, готовишь лошадей своих. Национальная игра кочевников становится популярной как среди представителей европейских стран, так и отечественной молодёжи. На протяжении многих лет Александр тренировал молодёжную сборную «Октау». И сегодня он мечтает о возрождении древней конно-спортивной игры на международном уровне. Можно сказать, что сейчас молодёжь наступает на пятки уже. Один лучше другого. Мечтать хотелось, чтобы построили вообще, как Борис-арена, Белотрек, футбольный арену, чтобы построили такой же ипподром, крытый с крышей был, накрытый, чтобы круглый год играли пар, именно командный, чтобы приглашали разные страны, чтобы проезжали, почаще проходили турниры. Александр Пупенко верит, что казахстанская сборная достойно представит нашу страну на первом чемпионате Азии среди молодёжи. Он, кстати, состоится в мае этого года в Алматы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова